Добрый день Добрый день, дорогие друзья! Аллилуйя! Не заботьтесь ни о чем А как жить тогда? Без заботы, как так жить? Забота же наша все Каждый день нам нужно быть озабоченными Это же шарик надо вращать Солнышко поднимать Луну потом поднимать Жару призывать Потом дождь призывать Одуванчики Чтоб вылупились Все, что произошло На нас все держится Я помню 19 лет назад 20-й год В Тольятти Живу, приехал Здесь так говорит Пока труба коптит Мы живы Заводчане А потом раз Перестало коптить Как-то не сильно Стало коптить И все Основание поколебалось Пришлось людям Менять Свою профессию Образ жизни Не знаю Сейчас и исповедовать нечего Уже пора Уже говорит Пока Господь С нами мы живы А то все это Философия О чем хотел поговорить-то сегодня О желаниях Вообще Может ли христианин Желать чего-то Или вся жизнь Смиряемся Водички попили И на том Спасибо Господи Вообще Грех или не грех Желать Потому что Есть такая ложь Ложная идея Что желание Это от сатаны Вот захотел христианин Чего-то хорошего Это бес Это дьявол Это плоть Ну Тут вопрос-то не в том Чего ты захотел А вопрос Кроме чего Ты это захотел Если это единственное Что ты хочешь Тогда странно вообще Ну Тебе называться христианином Ты обычный человек Все обычные люди Хотят жить лучше Все Все обычные люди Хотят жить лучше Нет Если человек говорит А мне Я не хочу жить лучше Мне и так пойдет Это уже странный человек Как минимум Его осуждают Родственники даже Они не соглашаются с ним Они думают Ты странный Ты не хочешь Мы хотим Для христианин Есть такая фишка Такая навязанная Аскеза Чужим мнением Обстоятельствами Пожалуйста В монастырь Ну В нашей конфессии Нет Придется в православную Идти И в монастырь Туда Там Мужчины Или женщины Отказавшиеся От Мирских удовольствий От семьи Взявшие ответственность Перед Богом Только за себя И за какое-то Молитвенное там Брень Которым ничего От жизни не надо Келья Кроватка простая Еда обычная И вот они там Жертву Богу приносят Но странно Когда Женатый мужчина Или замужняя женщина Имея детей Имея ответственность Не только за себя Вдруг начинает Решать за всех Что ничего не надо Будем жить Как я сказал Вот это скажи Что мы хорошо Будем жить Тогда мы согласимся А то к чему Все это безумие И вот апостол Павел Говорит Заботиться Ни о чем не надо Но возникающее Желание Надо открывать Перед Богом В общем У тебя есть желание? Хотя бы Три для рыбки Есть? Вдруг повезет Когда-нибудь Там Поедешь с кем На рыбалку И вот она Рыба твоей мечты Говорит тебе Человеческим голосом Отпусти меня Емеля Я не Емеля Ну как? Емеля Это же аллегорически Это же аллегорически Емеля Как бы имя нарицательное Для всех лентяев Вот этих вот Балбесов Желание Вот нормально Захотел ты чего-то Вот ты верующий Раз желание пришло Что с ним делать? Нет Я не достоин Если я у Бога попрошу А вдруг он мне не ответит Или осудит меня А что ты у меня это просишь А не пробуждение Но я попросил уже пробуждение Теперь машину хочу Уже все Помолился за мир Во всем мире Теперь Господь Домик бы Нормальный Хотя бы Квадратов 150 А то и 200 Я уже всю церковь промолил Переодеться бы пора А то уже у меня Как в Египте У израильтян Неветшающая 40 лет В одном и том же Как елка Зимой и летом Одним цветом Желание Это нормально Желание Это То что Бог Вкладывает в нас Вообще Он каждый день Все новое творит Каждый Это его желание Он говорит Я не могу смотреть На одно и то же Хочу новое Аллилуйя Но мы можем Жить в этой лжи Я не достоин Бог не даст Это не для христиан Это для мира Для язычников Вот этих вот Они пусть там Наслаждаются Зато сдохнут Пойдут в ад Ага Перед смертью Покаются Еще и на твоих глазах И жизнь проживут Нормальную И на небо попадут А ты в небеса Постесняешься Входить Чего? Улицы и золото Нет Можно мне Вот чтобы вот Кирпичным боем Отсыпано было Чтоб я шел Ноги ломал Вот этого Это только часть А вторая часть Чтоб грязь по колено Чтоб я шел Чавкал Вот так вот А то мы золото Улицы Не не пойду Вот вы здесь будете жить Ангелы приводят тебя Вот ваш золотой унитаз Вот Ваши бриллиантовые окна Я не знаю что Не Можно мне такое Простое Вот чтобы нужно было Вот это вот Весной шелушить Шпателем Краску И новую намазывать А на зиму вот это Газетой заклеивать От сквозняка Желание Солнце С цыганами По праздникам А сейчас автомобили нормальные Самолетики летают Не вот эти вот Фанерные Первые братья Вот эти вот Сочиняли На велосипедах Они там Разлетели На 5 метров О 30 метров Пролетели Ура Я бы С Петербурга Сегодня ночью Знаешь бы До сюда Сколько летел Вот с этими Пересадками Через 30 метров Может быть К зиме бы Добрался Крутите Пассажиры Педаль А то у нас Уже ноги Уже Потрескались У экипажа Или поезд Вот этот С кочегарами Ты едешь Окно открыл Проветрится Закоптился Все Темнокожие Сосиски пожарил В окне Все изменилось Представь В телефон Раньше чтобы позвонить Надо было идти Ночью Если надо позвонить А двоечка нету Все Нету двушки Все Не позвонишь Да даже если Есть двушка Придешь А там хулиганы Перед тобой побывали Трубку оторвали Или разбили ее Или зажигалкой Зажгли Этот вертлюжок Диск Набора Цифр А сейчас Чтобы позвонить Можно просто сказать Привет Сири Набери Это же Без усилия рук Человеческих У меня даже телевизор Голосом Включается Вообще Хочу Чтоб я Повелитель Был всего Чтоб чайник Голосом Запускался Утюг Самоходный Какой Трусы Самолеты Сами Вылетели Под утюг Самоход Подстроились Все Что было Вот так Искусственный Интеллект Сейчас Придет скоро Нам придется С роботами Вообще жить Вот бок о бок Уже все Уже проповеди Искусственный Интеллект Пишет Причем Хорошие Только Бездуховные Они хорошие Для интеллекта Но они Бездуховные Потому что Это не дух Божий Открывал И вел Это просто Набор Правильных Религиозных Фраз И вот Представь В тебе Желания Есть А ты О них Богу Не говоришь Я раньше Думал Что желания Возникающие Во мне Это грех Что я должен Смиряться Что я должен Только поститься Только молиться За пробуждение Только там Заслужение Молиться И поститься И жертвовать Только ради этого Вот все Эти желания Это все Плоть Это все Похоть Но Бог Так интересно Делал Я вот Чего-то захочу Так Ну по-человечески Захочется Бывает Ты же понимаешь Почему Раз захотелось Я раз Начинаю С этим Разбираться Сатану Прогонять Все эти вещи Смиряться А Бог Берет Это делает Берет Это делает Тогда я придумал Себе другую ложь Он мне это дал Потому что Я смирялся Странная идея Странная Вообще Ну да ладно Хоть так берет Думал наверное Господь Потом раз Опять дает Опять дает Опять дает Ты захочешь Он дает Ты захочешь Он дает И он как бы Тебе объясняет Чтоб ты в эту ложь Не попал Это когда Он решил Он дает Нет Это когда Ты захотел Он дает Потому что Обычно Если не хочешь Ну Никто же Не в курсе Что ты Ну и ладно Не просишь Не хочешь Значит Тебя все устраивает Ну живи так Живи так Как ворона В одном наряде Всю жизнь Ну живи так Без проблем А кто-то говорит А я не хочу так жить А я хочу Другую жизнь Получше Поинтересней Покрасочней Поустроенней И это не грех Апостол Павел говорит Нужды Не надо открывать Простые нужды Они уже все Не хлопочите Это вопрос решенный А вот желание Открывайте За нужды Молиться не надо Перед Богом Открывать нужды Не надо Он знает Библия говорит Он знает В чем у тебя есть нужда И уже решил этот вопрос Но желание Надо открывать Приходите И говорите Бог я что-то Дом захотел Есть у тебя Варианты Машину Захотел Поменять Со швейной На нормальную Тойоту Что-то хочется Мне по-другому В жизни Изменить Одеться хочу По-другому Устал в этом Целлофане Предь Покажи мне Другую жизнь Покажи мне Другой мир Я хочу Но я понимаю Что Что только ты Можешь это сделать Аминь Тяжело Я представляю Как Господу С нами тяжело Ладно Третья книга Царств Девятая глава Первый стих После того Как Соломон На царство Он принес Тысячу всесожжений И Бог Пришел Говорит Прости Что хочешь Соломон Говорит Дай мне Мудрость Чтобы строить Государство Чтобы управлять Народом Представьте Он попросил Мудрость Чтобы управлять Народом А Бог Вовлек Его В устройство Все эти годы До второго Посещения Божьего Он Мудростью Божьей Строил И вот Приоритеты Здесь Дом Божий Себе Дом И все Что Желал И Бог Не против Дом Божий Дом Себе И всего Чего Желал Вот оно Правильное Положение Сердца Перед Богом Когда ты можешь Все желания Открывать Когда ты В Дом Божий Вкладываешь Не просто Вот эти Воскресные Пожертвования Почему Мужчин Вовлекаем Мужики Приходите Подключайтесь Мы что-то Вместе Делаем По чуть-чуть Кто сколько Может денег Кто как Может руками Потому что Через Участие В строительстве Дома Божьего Твой дом И всего Чего желает Душа твоя Легко придет Легче Легкого Придет Прискочит Само Потому что Библия говорит Ищите прежде Царство Божьего И все остальное Вам приложится Все остальное Вам приложится Все остальное Все остальное Вам приложится И написано, что перед вторым посещением Божьим, Господь Соломона жизнь устроил. Дом Божий, себе дом и все, чего желала душа. Вообще такой интересный был. Царь, 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 царь батюшка, опять привезли золото, золото привезли. Куда девать? Он говорит, не знаю. О, давай львов сделаем, говорит, золотых. Львов поставим здесь. Сделали львов, опять что-то там, золото, золото приволокли, горы. Говорит, ну давайте щиты сделаем, по стенам поразвесим. Говорит, постоянно вот такие идеи. Когда ты остановишься? Никогда. Я говорю, как? Ну, это дом Божий, я не остановлюсь. Через пару недель придете, здесь экраны новые, вместо вот этих вот старых. Нормальные LED-экраны будут. Там еще большой будет. Но вы его не увидите, только я увидел. Пославление. Суфлерский. Еще через месяц-полтора войдете сюда, скажите, что здесь такое? Здесь свет весь новый, все новое. Почему? Потому что когда Бог посетил, и ты жизнь Богу посвятил, у тебя приоритеты выстраиваются. В дом Божий надо строить. Постоянно надо строить. И тогда и твой будет строиться, и все, что желаешь ты, будет строиться. Все, что желаешь ты. А если нет вот этого вот фокуса на Божье, на Божье, ну хоть что-то начни делать. Ну, я умоляю тебя, я не знаю, как достучаться. Был вчера в Карелии. И везде, в каждом городе пасторы жалуются. У нас такой тяжелый народ. У нас такие тяжелые люди. Вообще такие проклятые, припроклятые. Как их вдохновить служить Богу? Я говорю, да никак. Это бесполезно. Это только Божье посещение. Вот Бог посетит, и тогда человек Богу будет служить. А так их вовлекать в этот клуб вокруг религии не получится. И везде все плохо. Я говорю, как у вас тут плохо? Такой край красивый. 35 тысяч озер, 25 тысяч рек. Куда ни плюнь, красота везде. Нет, у нас все плохо. Мы Карелы. А мы вообще не пойми, кто в Тольятти. То татары, то калмыки. То еще кто. Когда Бог человека посещает, у него появляется в фокусе Дом Божий. Если ты действительно, тебя Бог посещал, ну возьми во внимание Дом Божий. Начни строить церковь вместе с нами. Возьми домашку открой. Начни на служение ходить просто. На молитвы приходи по утрам. Молись не за себя только. Молись за город, за правительство. За нас молись. Что-то начни делать. Что-то помаленьку, мало-помалу. А потом ты думаешь, почему чей-то дом устраивается? Почему у кого-то постоянно какие-то желания исполняются в Боге? Ну потому что Дом Божий строил. 22 года. Я только этим занимаюсь. У меня больше нет других дел. Вообще нет других дел. Я только строю дело Божие. Строю, 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 строю. 22 года. Естественно, Бог благословляет. Он строит и мой дом, и исполняет желания мои все. Это нормально. И для него не проблема, если я чего-то опять пожелаю. Для меня вообще страшно потерять желание. Страшно сказать, да все нормально уже, да все пойдет. Я насмотрелся, во, на церкви, которой сказали, да и так сойдет. Вот вы ходите в эту церковь, ну не знаете даже большинство, что нашему собранию было всего три года, когда мы из аренды ушли. Сверхъестественно верой в этот дом. Но я знаю церкви, которые по 20, по 30 лет в аренде сидят. И никуда уже не сдвинутся, пока руководство не изменится. Почему? А уже мотивация. Уже прижились, смирились. Уже каждый угол знаком. Уже все всех устраивает. Ну как бы хочется, но в целом. И вы уже воспринимаете все как должное. Как будто так и должно быть. Да идите прогуляйтесь по церквям. Не было ни у кого зданий в этом городе. Сейчас есть у некоторых церквей. Потому что мы сдвинули что-то с места. Чем? Тем, что Бог нас посетил. Я помню это. Это Новый год 2008. Во время поста Дух Святой сошел и говорит. В этом году я дам вам землю под храм. А нас 50 человек. Вместе с ребятами в служении освобождения. Кто-то был на том посте. Кто был? Есть такие старожилы? 2008 Новый год. Да, я помню. И Саша был по-моему. Чего ты руку не поднимаешь? Гордый уже стал что ли? Вот старожилы. Рома был. Был? Тут помню, тут не помню. Бог посетил и сказал. В этом году я дам вам землю под храм. И в августе дал. Мы не понимали как. Дал. Вот эту землю. У нас квартира была. Мы ее продали. И купили эту землю. И наступил кризис 2008 года. И мы за год построили этот дом. Не от церкви. Потому что церковь не могла на него жертвовать. Тогда. По законодательству. Но Бог сделал чудо. Почему? Потому что в фокусе было строить дом Божий. И мы в регион прорыв принесли. И мы в регион прорыв принесли. В Самаре церкви стали строить здания. Чудеса стали происходить. Потом у многих братьев и сестер дома появились в этой церкви. У нескольких десятков человек. Кто-то ушел из этой церкви. Неважно. Мы служим людям не для того, чтобы они с нами здесь и умерли. Мы служим людям, потому что Бог их нам дает. И пока они с нами, мы им служим. Десятки людей построили дома. А по всей стране уже сотни. И может быть даже тысячи. Просто не все свидетельствуют мне. Но сотни точно. Сотни семей имеют дома. Вера, в которой пошла из этого дома. Когда я мужчин собрал и сказал. 100 семей, 100 домов. Это минимум. Мы к нему идем. В нашей церкви. В нашей церкви. У 100 семей будет 100 домов. Я даже не знал, что это выйдет за пределы. И по всей стране пойдет. Но мне сейчас постоянно пишут. Постоянно пишут. Вот я смотрел одного проповедника. А он сказал, что сантехник может построить дом. А я так знаю, сколько стоит все. Потому что я сантехник. А тут я ногу сломал. И делать нечего было. И решил поверить проповеднику. И вот я за 7 месяцев построил дом. Ну что ты вокруг да около. А напиши, Гельманова слушал. А не потом в комментариях, когда люди уже за кадык взяли. Кого слушаешь? Дай нам. Он, ну вот здесь смотрите. И то не написал. Ссылку кинул. Да хоть так. Я радуюсь. Я радуюсь. Вот человек ногу сломал. Делать нечего было. Дом построил. А вы знаете где? В каком городе? В Санкт-Петербурге. Подожди. Гундят там. У нас в Москве. Да мне какая разница. Бог обеспечение дает в твоей земле. И все. Просто посещение. И ты строишь дело Божье. А Бог заботится о тебе. И о твоих желаниях. Тебе мало что ли того, что есть. Но ты понимаешь, желание это такая штука. Оно возникло и все. Просто возникло и все. Что с этим делать? Захотел. Что, для Бога проблема? Тебе горсть хлопка дать? Переработанного. На. Узбеки его нормально там вырастили. Что, Богу проблема? Тебе дать еще какую-то ерунду? Кусочек кожи с задницы коровы? Да без проблем. Ангелы пошли вырезали. На тебе кроссовки. Что, проблема ему дать тебе две тонны железа? Переработанного на производстве, чтобы оно ездить могло само. Это всего две тонны железа. Там вон на астероиде на одном. Железо мотыляется. На 10 тысяч квадриллионов долларов. Это 10 миллионов триллионов долларов. 10 миллионов триллионов. Это 10 триллионов миллиардов. А миллиард это 12 кубометров денег. 100-долларовыми купюрами. Один лесовоз, если загрузить не лесом, а долларами, это 2 миллиарда долларов. Лесовоз. Вот просто в большом астероидном поясе один астероид, психея 16. Ненужное железо не пригодилось. Ни для чего не пригодилось, просто там бултыхается. Во имя чего-то. Божья идея, чтобы мы на него пялились и думали, что ему жалко две тонны для нас. Не жалко. Не жалко. Это всего лишь железо, которое, по милости Божьей, переработано благодаря чьему-то разуму и чьим-то рукам в автомобиле, все. Ему что жалко, немножко углеводородов, чтобы твой автомобиль двигался. Не жалко. Ему что жалко, немного известняка, чтобы у тебя дом появился. Или глины там, если ты из кирпича хочешь. Не жалко. Ему что жалко, клочок земли, 10 соток, 1000 квадратных метров. Он говорит, моя вся земля. Вот бывает, летишь над Россией, летишь, летишь. Я помню, летал в Южно-Сахалинск. Это просто. Ты сел утром и летишь. И вечером прилетаешь. И все, летишь, летишь, летишь. Россия, Россия, Россия. Священная наша держава. Летишь, летишь. Все, уже все поперепел про. И травинка, и лесок, в поле каждый колосок. И знаешь, в чем прикол? Пустая в основном. В основном пустая. Вот этого тысячу квадратов жалко. Одна шестая часть суши для русских. Господь как-то решал. Мы делили апельсин. Кому сколько? Пингвинам. Антарктиду. Русским. Одну шестую часть суши. Шандрях. Вот что так много? Чтоб все завидовали. Одну шестую часть суши. И еще непростую туда. Самый большой запас пресной воды засунем. Все полезные ископаемые засунем. Кучу лесов, морей и рек. Климатические условия создадим. Вот там, ну, от Сочи до Магадана. Кому нравится там все отморозить? Магадан. Кому нравится ничего не отмораживать? В Сочи. Посередине Тольятти. Зимой отмораживаешь, летом жара. Богу не жалко. Просто наши желания не совпадают с его возможностями. Если наши желания вокруг нужд хлебушка бы, Господи. Хлебушка. И все. Мне ничего не надо. Я смиренный христианин. Резай Соломон такой. Че Соломон хочешь? Пожрать. Ты царь. Ну и что? Я смиренный царь. Мне вот главное, чтобы на бутерброд было что положить и все. Даже если это второй кусок хлеба, у меня будет двойной хлеб. Благословение. Говорит, мудрость, говорит, хочу. Судить народы. Бог ему говорит, ладно, на тебе мудрость. И он построил, построил, построил. Царица Савская приехала однажды к нему. Говорит, Соломон, у меня вопросы тут есть. Как государственник, как государственнику. Хочу вопросы тебе позадавать. Вот тебе подарки, кстати. Один из ее подарков был 4,5 тонны золота. Просто, чтобы пообщаться. Благословила. На. Соломон ей на все вопросы поотвечал, а потом говорит, а теперь от меня подарки. И Библия говорит, он ей подарил все. Кроме того, что она привезла. Чего он там подарил ей? Я вообще, когда прочитал, думаю, кто вы вообще? Что вы за люди? А Библия говорит, здесь больше Соломона. Здесь больше Соломона. Поэтому переходи от мимозы к бриллиантам. Если ты мужик. Веник бессмысленный. На, на 8 марта. Во имя Клары Цеткин. Держи, дорогая. Может, комары нас кусать не будут. Из-за этого веника. Ладно. Чуть-чуть еще потерпите. Второзаконие 14.22. Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которые приходят с поля твоего каждогодно. И ешь перед Господом Богом твоим на том месте, которое изберет Он, чтобы пребывать имени Его там. Приноси десятину хлеба твоего, вина твоего, елея твоего, первенцев крупного скота твоего и мелкого скота твоего, дабы ты научился бояться Господа Бога твоего во все дни. Если же длина будет для тебя дорога, так что ты не сможешь нести сего, потому что далеко от тебя будет то место, которое изберет Господь, Бог твой, чтобы положить там имя свое, и Господь Бог твой благословил тебя, то променяй это на серебро. И возьми серебро в руку твою, и приходи на место, которое изберет Господь, Бог твой, и покупай на серебро сие всего, чего пожелает душа твоя. Волов, овец, вина, секера и всего, чего потребует от тебя душа твоя. И ешь там перед Господом Богом твоим, и веселись ты и семейство твое. Хорошая заповедь. Бухать не надо. Новый завет. У нас есть Дух Святой, который дает такие же переживания. Потому что Библия говорит, не убивайтесь вином, но исполняйтесь Духом. Но все остальное так же работает. Бог говорит, я хочу, чтобы ты был послушен мне и, живя в страхе Божьем, имел мудрость 10% своего дохода в конце года проторчать. И он говорит, а если я тебя благословлю, то тебе придется грузить серебро на карточке, но обязательно торчать в том месте, которое я укажу тебе. И если, говорит, это будет далеко место, где-нибудь возле Южно-Китайского моря, то тогда просто на карточку деньги положи на казахскую. Или на белорусскую. И лети в то место, которое укажет тебе Господь Бог твой. И там отпусти душу в разнос. Покупай все, что душа твоя хочет. Крокодиловый стейк, суп из-за кулевого плавника, ухо чебурашки. Че хочешь? Че хочешь? Шлем пробковый себе купи. Ходить будешь в Тольятти летом. Ешь, пей, веселись. Феррари парк. Порто Вентура. Сикс Флакс. Че это такое? Ну это как парк имени Горького. Где там колесо обозрения, ветерок есть. Ветерок. Ты летишь вот в этом стуле на цепочках. На измене. Только нормальный. Где горки нормальные. Аттракционы нормальные. Еда нормальная. Бог говорит, я хочу, чтобы ты в страхе Божьем жил. Я хочу, чтобы ты торчал, наслаждался. Я хочу, чтобы твое семейство наслаждалось. Я хочу сказать тебе, где я хочу, чтобы ты наслаждался. Если бы ты Бога спросил, Господь, где ты хочешь, чтобы я отдыхал? Он скажет, в Геленджике. На плацкарте туда поедешь без кондиционера. И там снимешь у бабушки Сирануш, снимешь комнату. И там вы все будете жить. Вы с собой возьмете надувной матрас во всю комнату. Надуете его как раз два на два, как комната. И будете лежать все, по хлопку переворачиваться. И все. И ты будешь вот на это лежбище тюлень и придешь, вот это галечное. Если повезет, возляжешь тоже на свое полотенчико. А когда услышишь, Чурчхэлла. Скажешь, да нет, спасибо, не надо. Потому что не в ресурсе уже. Если ты спросишь Бога, где Он хочет, чтобы ты свои желания реализовал. Бог, который всю планету сотворил, Он знает все ее приколы. Скольные уголки. Он их для нас сотворил. Знаете почему? Да потому что не ценят тайцы Таиланд. Они на пляжи не ходят. А мы ценим пляжи. Нам надо туда лететь. Во Вьетнам надо лететь. Сейчас хейтеры руки потирают. Сейчас как нарежут. Во Гельманов толкает церковь в ад. Жить по плоти. Они не слышат, что я про Соломона проповедовал. Они не слышат про Дом Божий, про состояние сердца. Они ничего про это не слышат. Они слышат только то, что им больно. Потому что их жаба душит. Что у кого-то Бог Папа. Добрый, щедрый, расточительный, заботливый Отец. Которому нравятся мои желания. Нравятся. Я вам прочитаю одно место в другом переводе еще. Это Исайя, 55 глава. Там два последних стиха, 12 и 13. Бог говорит про Свои слова. Вот вы выйдете в радости. Про Свои слова Он говорит. Вы выйдете в радости. Потому что там контекст про Слово Божие. Вас поведут в цельную и полную жизнь. Горы и холмы поведут парад, заливаясь песней. Все деревья, леса присоединятся к шествию, буйствуя аплодисментами. Больше не чертополох, а гигантские секвои. Не терновники, а величавые сосны. Памятники мне, Богу. Живое и неприходящее свидетельство Бога. Бог говорит про Своё слово. Моё слово выходит с радостью и начинает вести в полную жизнь. Потому что Иисус полнота, наполняющая во всём и во всём. И Он жизнь. Ведь я буду исполнять желание сердца праведника. Я буду исполнять то, что у тебя на сердце. Я буду твои мечты исполнять. Я буду твои желания исполнять. И просто захотел, на, захотел, на. Это не проблема. Не проблема. Ты делаешь такое дело, что весь мир теперь на тебя работает. Весь мир на тебя работает. Так Библия говорит. Ещё одно место. Дам. Это Евангелие Теана, 15 глава, 7 стих. «Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то чего не попросите, дам». То, чего не попросите, дам. «Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут». Жить в присутствии. Жить через Слово Божье. Жить в воле Божьей. Исполняя Его желания. Исполняя Его призвания. И Он говорит. «Чего не попросишь, дам тебе». Это то, о чём Павел говорит. Желание открой перед Богом в молитве. И Иисус говорит. «Я дам». Павел говорит. «Не забывай. Открывай желание». Не забывай. Почему весь Ветхий Завет говорит о том, что исполняющие закон живут благословенной, богатой жизнью. И почему в Новом Завете христиане не принимают того, что является всего лишь прообразом жизни в Новом Завете. Это более славный Завет. Новый Завет – более славный Завет. Если служение смертоносным буквам было столь славно, то насколько более славно служение оправдания, служение в Духе Святом. Надо просто в это поверить. Надо довериться Богу и взять ответственность за что-то. Возьми за что-то ответственность. Испытай Бога. Пройдут годы, ты удивишься, как ты живешь. Ты будешь поражен, как ты живешь. Я некоторые свидетельства боюсь даже в церкви говорить в своей. Потому что не бывает пророк без чести разве только в своем Отечестве. Боюсь даже озвучивать. Потому что настолько мы врастаем в обыденность, как будто само собой все крутится, рутинно. Я просто прихожу в собрание. Не, ребят, мы как белка в колесе. 24 на 7. Между городами, между странами даже. Туда, сюда. Три дня назад Питер, потом Петрозавод, Стольятти, потом Москва. Потом еще один город в хорошей стране. Потом Казань. Потом опять Москва. Потом уже не помню даже, что. Каждую неделю, каждую неделю постоянно церкви, люди, движения строишь. Уже не просто по местной церкви, уже тело Христа строишь в России. Строишь, строишь, строишь. Забывая о себе. По полгода в год семью не видишь. Это миссия. Это призвание. Тебе не надо. Но когда ты видишь, я просто транслирую, как Бог благословляет. И исполняет желание сердца. Желание сердца. Но в приоритете Дом Божий. Дом Божий. Это все для Бога. Это все для Него. Это все из-за того, что Он посетил. А какое твое дело в этом доме? Просто ходить в церковь. Ну, я рад за тебя. Но ты Бога не испытал. Испытай Его просто. Как Соломон испытал. Как я испытал. Испытай. И в усани дело до твоих желаний. И не гноби свою душу. Не говори мне достаточно. Когда христиане говорят мне достаточно, это эгоизм. Тебе достаточно? Других подумай. А других подумай. Иди и заработай больше, чтобы кому-то отдать. Я почему больше денег хочу? Чтобы другим больше давать. Потому что я хочу дарить дома, квартиры, машины. Я не хочу дарить какие-то мелочи. Но для того, чтобы это дарить, нужно самому быть обеспеченным человеком. И я открываю свои желания перед Богом. Я говорю, Господь, дай мне миллионы. Я знаю, как ими распорядиться. Я знаю. Я знаю. Если кто-то не знает, я знаю. Мне достаточно? Мне давно уже достаточно. У меня давно все нормально. Этот год я оплатил 31 декабря прошлого года. У меня нет нужд, по слову Божьему. Я ем прошлогодний. Но у меня есть что-то, что в посещении пришло. И об этом я ревную. Начни служить. Приводить людей к Богу. Пойди в домашнюю группу. Найди ее. Пойди в то служение, которое тебя привлекает. Приди к мужикам. Он к Тарасу принес. Спроси, что я могу делать? Чем я могу быть полезен? Там большого ума не надо. И больших денег не надо. Там по 100 рублей бывает, скидываемся и собираем миллионы. Кто как, кто что может. Но ты никогда не испытаешь Бога желаний. Никогда. Никогда. Кокосник за морковкой будешь бежать за обычными вещами, а Бог хочет тебе все легко дать. Он хочет просто смотреть в твое сердце. Говорит, желание сердца праведника. Все, ангелы. У праведника желание в сердце. Много быстро все решить. Вот так Бог хочет, чтобы ты жил. Как ты будешь жить? Я не знаю. У меня есть правило. Я за тебя жизнь не проживу. Я за тебя жизнь не проживу. Я имею ответственность только за свою жизнь. Прожить ее достойно Христа. И чтоб люди, глядя на меня, видели Бога. Потому что тварь совокупно стенает, ожидая, когда откроются дети Божьи. И простите меня, это про благословенную жизнь. Когда люди начнут видеть, что Бог тебя благословляет. Вот про что это. А не про то, что ты не куришь уже 20 лет. Или не бухаешь 15. Или не колешься 10. Это их вообще не впечатляет. Потому что люди живут подавленно. Стянают, мучаются. То одно, то другое. На это не хватает. На второе, на третье, на пятое. Цены растут, еще что-то происходит. И люди ждут, когда мы откроемся. Когда мы покажем. Есть Бог, ребята. Вот смотрите, есть Бог. Есть Бог. Вот Он есть. Он о нас заботится. Он приносит нам благословения. Он изменяет нашу жизнь. Легко, в любом сезоне мы показываем Бог с нами. Ну, сделай это, Дух Святой. Я не могу это сделать. Давайте поднимемся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!